Несмотря на реальный риск для жизни, желающих бороться с огнём предостаточно. Почему так и как обстоят дела с кадрами в пожарной службе нашего города, это мы и решили выяснить. С вопросами о кадровом наборе в пожарную службу мы обратились к начальнику отделения кадровой и воспитательной работы 32-го отряда Федеральной противопожарной службы Петюменской области Аркадию Маратканову. Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте сначала поговорим о квалифицированных кадрах. Какая работа с ними сейчас проводится? Ну вообще, если говорить о квалифицированных кадрах, то нам ежегодно проводится целый комплекс мероприятий, направленных на выявление потенциальных кандидатов на службу. Вообще мы начинаем работать с детьми примерно с первого тоже класса. Для этого у нас в пожарных частях нашего города мы проводим экскурсии. То есть дети, значит, классные руководители выходят к нам с предложениями, приезжают к нам на экскурсии, где мы уже детям показываем непосредственно, чем занимаются наши пожарные. То есть показываем им быт пожарных, как он происходит с момента прихода на службу и рассказываем до момента, грубо говоря, ухода с службы. Далее мы ежегодно участвуем в тематических ярмарках, выставках рабочих мест. Например, два года мы уже участвуем в ярмарке, выставке, служим отечеству. И мы также предоставляем ученикам школ города, то есть ту технику, которая стоит у нас на вооружении. Мы непосредственно показываем, как мы, как работать с огнетушителем, как работать с ранцевой установкой. Мы предоставляем возможность померить боевую одежду и как бы померить специализированный, значит, ток, например, костюм ТОК-200. Далее, то есть та работа, которая проводится у нас сейчас, это мы посещаем уже непосредственно выпускные классы школ, 10-11 класса, где рассказываем о критериях отбора в наши учебные заведения. Как правило, мы формируем Уральский институт ГПС МЧС России. Но критерии отбора в чем они заключаются? Критерии отбора заключаются в следующем. Первое. Кандидат должен соответствовать у нас, получается, требованиям, которые предъявляются по психологическим характеристикам. Второе. Он должен у нас соответствовать по показателям здоровья, то есть должен быть годным по показателям здоровья. Медкомиссию обязательно. Медкомиссию обязательно. Третье. Он не должен быть судим, то есть у него не должно быть никаких приводов и так далее и прочего. Ну и четвертое. То есть он должен быть грамотным кандидатом, он должен у нас сдать экзамены в форме ЕГЭ по трем дисциплинам. Математика, физика, русский язык. Вы в самом начале сказали о психологическом тесте, да? Да. А в чем он заключается? То есть какие там вопросы? Или там моделируются ситуации? Психологическое тестирование, на самом деле, это у нас комплексное мероприятие, которое состоит из, получается, индивидуального, либо же группового, ну, один человек, либо пришла группа, да, психологического тестирования. То есть оно у нас, этот метод у нас основан на наборе психологических методик, тестов своеобразных, которые позволяют выявить у нас у кандидата его интеллектуальное развитие. То, как он относится у нас, как он способен вообще воспринимать информацию, насколько быстро, да, то есть как он поведет себя в стрессовой ситуации. Ну и далее, то есть у нас уже психолог, на основании того, как он написал эти, получается, тесты, выводит еще и набор, так называемый, риск. То есть у каждого человека есть риск, то есть его способность работать в той или иной экстремальной ситуации. То есть эти тесты показывают. Ну, вы также сказали о здоровье. Какое состояние здоровья может, ну, сказать, табу, что нет? Ты не постой. Ну, как сказать табу, что нет? То есть если бы сидел здесь врач, он бы сказал, что не бывает абсолютно здоровых людей, у нас бывают недообследованные пациенты. Да. Просто могу им привести статистику последних лет. Значит, последние годы, то есть работая с кандидатами, могу сказать смело, что учислились случаи, когда у нас кандидаты не проходят по заболеваниям сердечно-судистой системы. Значит, это язвенные болезни желудка, да, то есть наш БИЧ, Тюменская область, это гастрит и всевозможные. Ну и проблемы со зрением. То есть молодежь у нас очень часто сейчас погружена в работу всевозможных гаджетов. Это сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, то есть зрение, да, конечно, у ребят страдает. В любой учебе всегда интересна практика. Проходит практика и главное где? То есть выезжают на пожары на настоящее? Ну, курсанты у нас обязательно проходят практику, то есть согласно программам подготовки личного состава всех учебных заведений, курсанты прибывают в тот субъект, откуда они направлялись. Если они отправлялись в Тюменскую область, то обязательно это будет Тюменская область. Ну, например, город Тюмень, 32-й отряд, они прибывают. Значит, за ними закрепляются непосредственно наставники, кураторы, практики. Да, на пожары они выезжают, но непосредственно, то есть участие, например, в аппаратах, средствах, которые у нас предусматривают, значит, защиту органов дыхания и зрения, они как бы у нас не работают. То есть они смотрят, как работают, значит, у нас уже профессионалы, да, которые проработали ни год, ни два, ни три. И, так сказать, подсобные работы, то есть которые, куда мы их можем как бы допустить. Ну, давайте вкратце, что у нас с трудоустройством? Есть у нас дефицит кадров? Знаете, в настоящий момент дефицит кадров как бы у нас отсутствует, то есть кандидаты идут нам хорошо устраиваться на службу только за этот год. И там, получается, 32-й отряд только обратилось более 260 человек. Это по трудоустройству, надложестве пожарных и водителей. Что касается непосредственно у нас офицерского состава, то бишь сейчас тоже комплект довольно-таки низкий, идет реорганизация у нас договорных подразделений, ну и, в принципе, то есть все эти вакантные места, которые есть у нас по офицерскому составу, будут заняты сотрудниками, то есть через должность у нас попали под реорганизацию. Они придут работать к нам. Спасибо большое за встречу. Желаю вам... Дни огня. Как бы сказать правильно? Поменьше работы вам. Поменьше. Вы понимаете, о чем я. Спокойная работа вам. Чтобы у вас была спокойная жизнь, и нам тогда тоже будет жить спокойнее. Спасибо большое за свидание. Спасибо большое. До свидания. Напомню, у нас в гостях был начальник отделения кадровой и воспитательной работы 32-го отряда Федеральной противопожарной службы по Тюменской области Аркадий Мараткана.